Это программа День с толком. Студия Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Режим ЧС на территории многоквартирного дома в Барнауле. Этим утром там произошел взрыв газа. Шум, брань, вонь. Жильцы барнаульской многоэтажки жалуются на стихийный рынок прямо под окнами. Место, где зверей кормят, заботятся, выхаживают. Где в Барнауле можно общаться с животными без ограничений. 120 жителей дома по улице Молодежной в Барнауле рискуют остаться без квартир. Сегодня утром там прогремел взрыв бытового газа. Два человека пострадали. В мэрии заявили, что для жителей двух пострадавших подъездов готовят пункты временного размещения. Подробности узнавала Анара Шагирова. Взрыв бытового газа произошел сегодня на Молодежной 37. Его силе можно рассуждать, глядя на вещи, которые разбросало буквально на несколько десятков метров. Вот посмотрите, подушки, предметы домашнего быта. Помимо кухонной утвари, на земле оказался даже этот шкаф. Взрывной волной его вынесло с пятого этажа. Оконные рамы и осколки оказались у дома напротив. Я спал. Задрожал дом, задрожали стекла. У меня сигнализация сработала. Вылетело. Явно произошел взрыв. Я просто вышел с подъезда своего напротив. И вот эта вся ситуация. Для утреннего времени очевидцев немного. Известно, что в квартире, где прогремел взрыв, проживает пожилая женщина. Ей 69 лет. Она главная пострадавшая. С 50-процентным ожогом тела ее везли в краевой ожоговый центр. Из-за обрушения одной из стен в соседнюю квартиру, 7-летняя девочка получила сотрясение мозга. Остальные жильцы целы, но угроза для них сохраняется. В стенах дома образовались трещины. Жителей двух подъездов держат на улице, пока идет проверка здания. Сейчас мы по советской армии готовим все-таки ПВР. Если такая необходимость будет, то мы обеспечим людей каким-то временным проживанием, а потом уже индивидуально будем работать с каждой семьей. Квартир 40, наверное. 40, грубо говоря, на 3. Ну, порядка, наверное, 120 человек могут подлежать эвакуации. Вообще, по словам жильцов подъезда, в котором случилось ЧП, они и до этого дня замечали едкий запах газа. Но предполагали, что во всем виновата оборудование, и вызывали специалистов. Завеки зашли кое-как, я не знаю, к тебе макаром они зашли. Не до конца закрыты. Травят постепенно. Постоянно травят. Травят с квартиры? Вот с этого. То есть хозяйка не до конца закрываешь? Да, да. Ну, бабушке 87 лет, понимаете? Тут чисто... Понимаю, так мы все разлетим. Как вот, понимать-то, но... Это разговариваем два месяца. Специалисты продолжают выяснять причину взрыва. Следователи возбудили проверку по факту взрыва газа. Предположительно, его причиной могло стать неисправное оборудование. Сотрудники прокуратуры занимаются установлением лиц, которые причинен ущерб в результате данного происшествия. Будут решаться вопросы о возмещении вреда. Кроме того, будут решаться вопросы о возбуждении уголовного дела. На территории дома, где прогремел взрыв газа, власти города ввели режим ЧАЭС. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком. И еще об одном ЧП, шокировавшем Наукоград. В Бийске женщина выбросила свою трехмесячную дочь из окна седьмого этажа, а затем выпрыгнула сама. Следком возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство. С травмами ребенка женщина госпитализирована в медицинское учреждение. Следователи провели осмотр места происшествия. Известно, что женщина воспитывает двух малолетних детей. В настоящее время следственными органами СК устанавливаются обстоятельства и мотивы произошедшего. На Куринский район накануне обрушился сильнейший ураган. Особо пострадала Силонова-Фирсова. На кадрах видно – ветер снес деревья, крыши, заборы, пострадали дома и урожай местных жителей. К слову, сегодня синоптики вновь предупреждают о непогоде. Она коснется сразу нескольких регионов Сибири – Новосибирскую, Кемеровскую области и Алтайский край. В некоторых районах ожидается сильный ветер, дождь и град. Это стоит учитывать, планируя дальнюю поездку. Жильцы многоэтажки на рынке Докучаева жалуются на незаконную торговлю прямо у них под окнами. Людей смущает и шум от стихийного базарчика, и откровенная антисанитария. С этой жалобой жильцы дошли уже до президента страны. Слово Маргарите Гартунг. Торговый ряд прямо под окнами. Суета, переговоры, брань и вонь. Даже находясь в своих квартирах, жильцы дома по улице Попова-64 будто на базаре. Пенсионерка Зоя Захарова говорит, что из-за уличных торговцев уже даже не смотрит в окно. Четыре года мы уже бьемся. Больше даже, больше. Мешает. Они приезжают в четыре часа. Занимают место. Дерутся между собой матами. Окна открыть вообще нельзя. Вообще нельзя. Вот. Теперь приезжают на машинах. Машины ставят под окнами. Уже четыре года жильцы этого дома жалуются на стихийную торговую точку. Она буквально через дорогу от рынка до Кущаева. Но жизнь кипит на нелегальной зоне. Дачники буквально атакуют придомовую территорию и незаконно продают дары земли. И если бы только продавали. Люди жалуются, что с приходом торговцев улица стала похожа на свалку. От газона ничего не осталось. Недавно возле дома даже завелись крысы. На жаре вот так вот с весь день рыба стоит. И с холодильником штука. Грузунам есть чем поживиться. Кроме ягод и трав на рынке продают рыбу, мясо и молочные продукты. Причем продавцы не несут ответственность за товар. И не предоставляют документы. Может, расскажете нам, что продаете? Нет, нет, нет. Ну вы же с этого. Завтра наша будет ликвидация, да, я так поняла? Но ликвидации не будет. Годы ожесточенной борьбы жителей дома. Но никаких результатов. Торговцы не собираются покидать рынок. В администрации Ленинского района тоже разводят руками. Они предлагали дачникам альтернативу. Легальный рынок до Кучаева. Там даже выделили специальные бесплатные места для пенсионеров. Но в ответ услышали отказ. Штрафовать торговцев, прокомментировали нам власти, бесполезно. Чтобы завести административное дело, нужно очень много времени. А наказать всех точно не получится. Мы еженедельно выходим с рейдовыми мероприятиями, с отделом полиции, туда составляем протоколы. Но силового, либо какого-то иного метода воздействия на данных граждан. Мы составили протокол и ушли. По-другому мы действовать не можем. То есть мы сила, либо как-то там заставить жителей оттуда уйти, не торговать. У нас такого нет. Однако, сами продавцы признаются, что если бы им выделили нормальную территорию для торговли, то они с удовольствием бы переехали. Но сейчас с них потребуют недешевую аренду за место. Плюс, говорят продавцы, рынок до Кучаева стоит и вособленно. Не на пешеходной зоне. А значит, потенциальных покупателей в разы меньше. Да и работать там неудобно. А там ничего не оборудовано. Никаких ни прилавков, ни палатков. Асфальт голый. И солнцепёк. И как людям там торговать? Там же летом жарище страшенное. Поэтому создайте условия людям. И люди пойдут туда торговать. Есть тротуар, а если просто проходит по газону. Ну и здесь примерно то же самое, что людям удобно здесь. Не надо никуда заходить. Человек специально, чтобы идти, не хочет. А тут шел, и увидал, и купил. В администрации нам сказали, что будут и дальше бороться с незаконным рынком. Усилят рейды, запустят новые проверки. Не исключают и то, что придется сделать территорию непригодной для уличной торговли. Например, поставить лавочки по бокам тротуара. Ну а пока рынок живет. Маргарита Гартунг, Дмитрий Денисов. День с толком. Уже в этом году на Алтай могут существенно увеличить компенсационные выплаты на газификацию. Сегодня этот вопрос обсудили в Краевом парламенте. Посмотрим и, наверное, расширим объем компенсационных выплат. Сегодня он составляет 20 тысяч. Но знаете, есть предложение фракции «Единая Россия». Она поддержана губернатором Алтайского края об увеличении до 50 тысяч. А это примерно 50% от средней суммы затрат. Возможно, мы сделаем для отдельной категории 75%. Наверное, необходимо сделать и отдельным категориям и 100%. Эта компенсация предназначена для покупки газового оборудования в рамках программы догазификации, то есть доведения газа до домов. Сейчас определяют круг лиц, кто сможет претендовать на эти выплаты. Это, прежде всего, малоимущие, дети войны, семьи в трудножизненной ситуации. Помощь поступит из краевого бюджета. Напомним, что населенные пункты Алтайского края готифицируют по программе догазификации. И к концу 2022 года к голубому топливу должны подключить 103 тысячи домовладений. К слову, эта цифра почти сопоставима с той, которую региону удалось достичь за 25 лет. Крупнейший производитель сырого молока в России холдинг «Эканива» приостановил строительство молочных ферм в Алтайском крае, сообщил глава региона Виктор Томенко. В Тольменском районе эта компания уже приступила к строительству животноводческого комплекса на 3 тысячи голов, чтобы в сутки получать до 100 тонн молока. К следующему году холдинг планировал реализовать в крае еще два молочных комплекса. Однако в «Эканиве» сообщили, что перенесли сроки. По словам губернатора, у компании возникли сложности в финансовом вопросе и взаимодействии с кредитными организациями. БИСК может дышать спокойно. Воня тухлого мяса прошла. Мои коллеги побывали на территории алтайского бройлера и готовы рассказать, что теперь жители города ничего не должно раздражать. Хотя за последние дни представители власти получили множество обращений. Слово Евгению Плохотину. Забетонированная площадка и металлические опоры – это все, что осталось. Основной огненный удар во время пожара пришелся на склад готовой продукции. Холодильные установки, где хранили мясо птицы, оказались под завалами. Поэтому прежде чем приступить к утилизации, вначале разобрали металлические конструкции. Как видим, эти работы уже полностью завершены. Да и удушающий запах на месте уже не чувствуется. Пахнет разве что хлоркой. Работы в настоящий момент на холодильнике завершены на 100%. Остаются небольшие разборы завалов. Это в соседних корпусах, которые тоже пострадали от пожара. Следов от обгоревшей курицы на месте уже нет. Продукцию увезли на специальный полигон и там утилизировали. Ее сожгли до зольного остатка. Все проходило под контролем специалистов курирующих ведомств. В частности, Россельхознадзора и Роспотребнадзора, рассказал руководитель филиала Румиль Зинюров, депутату АКЗС Андрею Абрамову, который получил массу вопросов от жителей, касаемо как утилизации, так и экологии. Люди беспокоят за экологию, за воду свою и так далее. Вот есть что ответить? Потому что это надо рассказывать людям, иначе будут вот эти кривотолки. Да, да, я понимаю вас. Значит, по утилизации готовой продукции, которая пришла в негодность. Она была вывезена в специализированном транспорте. То есть мы нанимали специальный транспорт. Я видел самосвалы? Да, это специальные самосвалы, которые исключают протечку. На то, чтобы уничтожить испорченную продукцию, ушло почти две недели. Все это время жители сразу нескольких районов Бийска буквально задыхались. Но в компании сделали все возможное. Как и обещали, работы были выполнены до 25 июля. Один из самых важных моментов – это то, что сейчас всю продукцию уже вывезли, все утилизировали, все захоронили. И сейчас жители города могут вздохнуть спокойно, здесь не пахнет. О том, сколько тонн продукции пострадало в огне, пока не сообщается. Ущерб до конца еще не подсчитан. Не озвучивают и причину пожара. Заключение будет готово в ближайшее время. Сейчас на месте работают эксперты. Им нужно определить, какие элементы конструкции можно будет использовать при будущем строительстве, а какие – нет. Уже известно, что цеха восстановят в том же объеме и на тех же местах, где они были. Более того, на алтайском брулере в планах осталось и расширение. О том, когда руководство предприятия намерено запустить производство, мы еще расскажем. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком. Васи больше нет. Необычный барнаульский арт-объект закатали в асфальт. Этим летом две художницы – Екатерина Витвинова и Ольга Береста – организовали проект «Здесь был Вася», когда на месте дорожных ям выкладывают красивую мозаику. Такую яму действительно не смогли не заметить. Недавно дорожные службы отремонтировали один из участков. Ну что, там, где был Вася, его больше нет. Он погрызен где-то там. Правда, пока новенький асфальт уложили на месте одного арт-объекта недалеко от Сума. А ям, которые украсили художницы – около десяти. Но теперь художники уверены – проект работает, и даже творчество способно решать насущные проблемы. И еще немного о творчестве. Уже в эту пятницу станут известны имена победителей самой азартной выставки Сибири. Более шести тысяч барнаульцев посетили экспозицию, которая работает в Титофарене. До ее закрытия всего два дня и полюбоваться работами молодых и перспективных художников успела и моя коллега Ирина Корчагина. Передаю ей слово. Скульптура, которую можно прочувствовать в прямом смысле. Работа Ивана Мозгового еще долго будет пахнуть кедром. А раскроет всю свою текстуру дерево только лет через десять, говорит автор. Троянский конь или что-то, что не нуждается в понимании. Название работы – да-да. Ассоциация и дадаизм, и в то же время такое отнекивающееся «да-да», что «да-да» я тебя вроде бы услышала, на самом деле. Тишина, непонимание и прочее между людьми. Не сказать, что это автопотрет, но просто видение мужчины, видение мужчины-художника, как существовать в этом мире, переживания на тему семьи, дома. Помимо этой скульптуры в Титофарене сейчас экспонируется еще почти 700 работ. Это декоративное искусство, графика и живопись. Всего 300 молодых авторов со всей Сибири. Выставка современная, поэтому можно подойти, отсканировать код и найти автора, ознакомиться с его работами. Вот вам кто-то писал в соцсетях, вас находили? Да, на самом деле это очень приятно. Пишут и по украшениям, и еще по каким-то, да, то есть просто отзывы оставляют. Азарт Сибирь в Барнауле проводят уже в десятый раз, но ранее размещали экспонаты в более скромных пространствах. В истории проекта это самая популярная выставка. Почти за две недели ее посетило более 6 тысяч человек. Зрителей очень много, такого не было никогда. Молодежной выставки никогда не было на этой территории. Несравнимо. Ленина 111, где выставочный зал, где 600 квадратных метров и 2000 квадратных метров здесь. Для кого-то азарт Сибирь может стать путевкой в Союз художников России, если повезет. Хотя для молодых авторов принять участие в этой выставке уже целое событие. Это возможность погрузиться в такую творческую атмосферу, увидеть свои работы рядом с работами других художников, оценить свое мастерство и, может быть, даже отточить свой авторский почерк. И я думаю, что эта выставка по-настоящему удалась. И, безусловно, необходимо выходить еще и за рамки своего региона. Участвовать и в выставках российского и международного масштаба. Азарт Сибирь – это не только имиджевая, но и финансовая поддержка молодых талантов. Завтра в Институте культуры наградят лучших авторов в шести номинациях, а уже 30 июля выставку разберут. Успевайте увидеть работы азартных авторов своими глазами. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Покормить козу, погладить страуса и поговорить с попугаем можно на страусиной ферме под Барнаулом. Изначально хобби, у которого со временем появилась целая миссия – спасать животных. Дмитрий Дроздов продолжит. Страусина раньше в Барнауле даже в будний день пользуется огромным спросом. Парковка почти забитла, там внутри больше 200 людей. На ферме обитают больше 100 видов разных животных, птиц. И прямо сейчас мы узнаем у местных обитателей, как они живут и чем питаются. Хорошо ли вас кормят, дорогой еж? Расскажите, а вам тут как, нравится, хорошо ли кормят? Расскажите, что вас беспокоит больше всего? Это ранчо называют страусиным, потому что страусы появились одними из первых. Но довольно скоро место стало домом для черепах и быков, обезьян, и сов, пеликанов, даже зебры. Она здесь, в отличие от Барнаульского зоопарка, уже год. Настоящий контактный зоопарк, где есть и экзотические птицы. Давай, Ромка, крылышки покажем? Давай, крылышки. Ой, крылышки какие-то. Ой! Молодец, сколько? Хватит. Молодец. Ой. Все? Все? Аленка, смотри, Ромка, это с первого раза, понимаете. Ой! Привет! А еще попугай говорит «пока» и «какой он хороший» и отвечает на звонки. Закупни, короче. Алло. Хозяин Юрий Нечапуренко сделал ранчо ради интереса, как хобби. Наверное, поэтому он почти не общается с журналистами и предпочитает быть за кадром. О нем его детище рассказывают сотрудники и с каждым годом принимают все больше животных. Ну вот, которые бегают, козочки, их можно пощупать, накормить. Они очень ласковые. Ну вот, допустим, там отбирают мне. Одна из главных местных проблем – чем кормить большую семью. Траву или стена получают на благотворительной основе. Приветствуются, если посетители приходят с овощами или фруктами. Двери гуляют прямо рядом с людьми. Часть животных находят сами сотрудники, а часть попадает сюда на реабилитацию. И это еще одна миссия ранчо. Перебит был центральный нерв, раздроблена кость, несущий кровеносный сосуд был разорван. Этому лебедю после встречи с охотником ампутировали крыло. К счастью, птицу было где приютить. Хорошо, что и кушать стало нормально. Первые дни вообще плохо кушал. Реабилитация, лечение, а иногда малыши остаются здесь жить. Все силами немногочисленных сотрудников. И даже непонятно, кто создает большую гармонию – люди или животные. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Смотрите нас не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Телефон нашей редакции – 205-545. А через несколько секунд о погоде – спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи.